В МФЦ Невского района с 8 июля 2013 года стали оказывать три новые услуги. Первая, самая востребованная, это выдача разрешения на перекрытие движения. Раньше эту услугу можно было получить только в ГАТИ. Первая услуга это услуга государственной инициативно-технической инспекции, ГАТИ. Эта услуга связана с выдачей разрешения на перекрытие или частичное ограничение движения по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга в связи с проведением работ по благоустройству. Понятно, что если вы перекладываете асфальт, то необходимо там как-то ограничить движение. Если идет стройка какая-то или ремонт теплотрассы, то вообще необходимо перекрыть движение. И раньше у юридических лиц была сложность в том, что нужно было чаще обращаться. За услугой ГАТИ по выдаче и закрытию орденов на производство строительных работ обращается много граждан, более 4 тысяч ежемесячно. Получилось так, что юридическое лицо предприниматель мог, например, получить сначала ордер на производство строительных земных работ и ремонтных работ, связанных с ГУСТ Росстан Петербурга, но потом ему нужно было все равно еще обращаться в ГАТИ, для того, чтобы получить разрешение на перекрытие движения. А сейчас это можно сделать за один визит в многофункциональный центр. Вторая услуга – это получение информации о стоимости земельного участка. В МФЦ Невского района, впрочем, как и во всех 33 многофункциональных центрах города, появилась новая услуга – это предоставление справок о стоимости земельных участков на территории Санкт-Петербурга. Это еще один очень серьезный положительный момент, потому что для того, чтобы провести какие-то действия с недвижимостью, часто требуются официальные справки. Например, если вы хотите получить кредит и в залог предоставить имеющийся земельный участок, то есть информации о том, сколько он стоит, скажем, по газетам бесплатных объявлений, не получится. Поэтому раньше для этого нужно было обращаться к специализированной организации, платить деньги, и для того, чтобы вам подготовили соответствующее числению официальную справку, которую уже принимал банк. Так вот, теперь можно, благодаря услуге Комитета по землепользованию земельным ресурсам, в многофункциональных центрах бесплатно такую справку получить. И третья услуга, которая предоставляется в качестве приятного бонуса, это получение доступа к электронному дневнику. В Санкт-Петербурге уже несколько лет успешно функционирует портал «Петербургское образование», при помощи которого петербургские родители могут отслеживать успеваемость своих детей дистанционно через сеть интернет. Для того, чтобы получить доступ к электронному дневнику, необходимо пройти регистрацию на портале. И вот буквально недавно, с июля, это можно сделать в многофункциональных центрах при помощи специальных информационных терминалов. У нас два информационных терминала в каждом центре. Один предоставляет доступ на федеральный портал государственных услуг госуслуги.ру, и второй терминал предоставляет доступ на петербургский портал государственных муниципальных услуг Санкт-Петербурга. Соответственно, в обоих этих информатах, как мы их называем, можно оформить ряд услуг в электронном виде, получить полезную информацию. Электронный дневник – это только одна из этих услуг. Также можно получить информацию о своем ННН, о задолженности по налогам и сборам. И что сейчас очень важно, в период отпусков, проверить наличие задолженности по базе судебных приставов, по базе Федеральной службы судебных приставов. Мы неоднократно с вами были свидетелями и сообщений в СМИ о том, как кого-то сняли с самолета, с поезда, потому что у него были неоплаченные штрафы в ГИБДД, или неоплаченные налоги, или алименты. Соответственно, для того, чтобы избежать этих вот всех нюансов, можно обратиться к электронному терминалу. Гражданин может обратиться к информату и узнать общедоступные сведения по государственным услугам. То есть, непосредственно человек может подать заявление на электронный дневник, также узнать о своей задолженности. Сегодня в МФЦ Невского района в день обращается больше 500 человек. В Невском районе работают две площадки – дополнительная на Седово 69 и основная на Большевиков 8, корпус 1. Район у нас большой, население тоже колоссальное, поэтому это две площадки. Одно находится на одной стороне Невы, другое на другой. То есть, соответственно, Невский район, жители, которые находятся на правом берегу, обращаются непосредственно в сектор. И на левом – это наша основная площадка. В МФЦ Невского района работает 67 специалистов. Все наши специалисты универсальные, все рады помочь гражданам. Многофункциональный центр работает по принципу одного окна. Обратившись сюда, человек может оформить сразу несколько услуг. На базе МФЦ Невского района предоставляется 212 государственных услуг, из которых 190 региональных, 22 услуги федеральные. Более востребованные услуги – это детские пособия, ежемесячные, единовременные выплаты, также полис ОМС и касаемо линии соцзащиты постановка граждан на учет нуждающихся. У нас есть еще одна хорошая новость для жителей района. Непосредственно каждый гражданин может прийти к нам и обратиться за детскими пособиями вне зависимости от регистрации одного из родителей. Это более доступно. Выплата детских пособий – одна из самых востребованных социальных услуг, за которые люди обращаются в МФЦ. Когда родители и дети зарегистрированы по разным адресам, возникает вопрос, где оформлять детские пособия – по месту регистрации родителей или самого ребенка. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга номер 343 от 22.05.2013, меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, осуществляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации ребенка или родителей. Таким образом, многофункциональные центры расширили перечень услуг, которые предоставляются по экстерриториальному принципу. На сегодняшний день в МФЦ можно оформить более 80 услуг, независимо от места регистрации прописки заявителя. С перечнем детских пособий, которые можно оформить независимо от места регистрации ребенка и родителей, можно ознакомиться на официальном сайте многофункционального центра. За подробной консультацией обращайтесь по телефону 573-90-00 или 573-96-80. Также, как и в других районах, в Невском районе работают две машины мобильного МФЦ. Первая по адресу поселок Рыбацкая, улица Устинова, дом 3, в среду с 10.30 до 16.30, в пятницу и в субботу с 10.30 до 19.30. Вторая машина работает по понедельникам с 10.30 до 16.30. У здания школы номер 516 по улице Народная, дом 63. Планируется открытие дополнительного сектора по адресу улица Народная, дом 8. Многофункциональный центр – это уникальный сервис информации, где можно получить консультацию и воспользоваться сразу несколькими федеральными и региональными услугами, начиная от оформления полиса ОМС и заканчивая детским пособием и получением компенсации за ликвидацию гаража. Задача МФЦ – не только быстрая и грамотная помощь жителям Невского района, но и борьба с рынком посреднических услуг.